В октябре спортивный клуб, который выросил не одно поколение чемпионов по многоборью, выселяют из здания. Уведомление о том, что заслуженный тренер и его воспитанники должны освободить помещение, пришло почти сразу после ремонта кровли, который спортсмены сделали за свой счет. 71-летний Василий Постников не находит себе места с тех пор, как получил уведомление с требованием освободить помещение стрелкового клуба. Тренеру, который вырастил нескольких чемпионов по многоборью, дали всего две недели. Куда я детей дену, куда я тренажеры дену, у меня все-таки здесь хозяйство. Так же это дело не делается. Клуб «Альфа-Авиа» уже 20 лет действует в пристройке детского сада при авиаремонтном заводе. Два года назад помещение передали на баланс отдела образования, и тренер не раз просил чиновников помочь ему с ремонтом. Потом отчаялся. Родители юных спортсменов собрали деньги и отремонтировали кровлю своими силами. А через две недели пришло уведомление о выселении. Хотя в отделе образования уверяют, что еще ничего не решили, просто изучают документы на помещение. Здание клуба в настоящее время не соответствует санитарным нормам. Нужен капитальный ремонт. Попрос этот еще будет решаться. Василий Постников не собирается освобождать здание и намерен, по его словам, дойти до самой высшей инстанции. Его поддерживают коллеги и воспитанники. Это специальное помещение. Тут если бы еще сделать раздевалку и пристройку своей туалеты и умывальники, вообще было замечательное место. Здесь хорошо уже стреляет, здесь хороший учитель у нас, тренер, хорошо объясняет, не ругает даже. Остался кружок. Мне здесь нравится. В разные годы в клубе «Альфа-Авиа» занимались именитые спортсмены. Двухкратная чемпионка мира по палеотлону Елена Коршакова, серебряный призер чемпионата мира Анастасия Мещерякова, победитель Кубка мира Алексей Вшивцев, мисс-снайпер Казахстана Ульяна Толмач. Подрастет ли им достойная смена, теперь зависит от решения чиновников. Эльмира Ержанова, Жумар Тхдайбергенов, Информбюро, Октябинская область.